О главных событиях четверга расскажем в проекте «Наше время». Сегодня нужно знать о таком. Союзники укрепляют противовоздушную оборону Украины. Владимир Зеленский назвал усиление ПВО лучшей инвестицией, которая поможет лишить Россию преимущества в небе. Неожиданная задержка. Террористы Хамас не освободят заложников, захваченных в Израиле раньше пятницы. В чем причина отсрочки? Еще одна страна готова отгородиться от России. Норвегия допускает закрытие единственного пункта пропуска на границе с агрессором. Латвиец с украинской душой. В рядах ВСУ против российских захватчиков воюет доброволец из Латвии, что мотивировало иностранцев встать на защиту Украины. Добрый вечер. Далее об этом и других важных темах дня подробнее. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Германии и Франции о создании коалиции ПВО, которая поможет эффективнее противостоять российским ракетным обстрелам. Украинский лидер отметил, что усиление противовоздушной обороны является лучшей стратегической инвестицией в безопасность страны и добавил, что в следующем году Украина лишит Россию преимущества в воздухе и сбросит ее со своего неба. Прежде всего, каждая система ПВО и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь. Во-вторых, каждый большой город и регион, которые будут полностью закрыты надежным воздушным щитом, сможет вернуться из-за границы больше людей, потенциально миллионы. В-третьих, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем большим будет успех Украины в Черном море, тем большим будет морской экспорт и тем лучше будет защита свободы судоходства и большая стабильность. В-четвертых, каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и так далее. В-пятых, лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что будет способствовать приближению победы. Владимир Зеленский, президент Украины в социальной сети X. Всего за полтора года проведения встреч в формате Рамштайн было создано пять коалиций, которые помогают Украине. Например, сферу IT-поддержки курирует Эстония. Она предоставила полмиллиона долларов в дополнение к обязательствам Люксембурга, который выделил 10 миллионов евро. Минобороны Украины заверили, что контролируют предоставление военной помощи союзников. Глава оборонного ведомства Рустем Умеров во время заседания Рамштайн пригласил министров обороны стран-партнеров приехать в Украину, чтобы убедиться. Оказанная поддержка используется эффективно и приближает день украинской победы. Было объявлено о создании коалиции возможностей. Сейчас их пять. Авиационная, ПВО, танковая, артиллерийская и коалиция морской безопасности. Каждую из этих пяти стратегических коалиций возглавляет одно или два государства. В состав каждой коалиции входит от пяти до двадцати других стран. Разминирование, тактическая медицина и поисково-спасательные операции. В Киевской области прошли совместные учения инструкторов из США и украинских военных специалистов. Около сотни представителей полиции, пограничников, Нацгвардии и государственной службы по чрезвычайным ситуациям обучались в течение двух недель. Подробнее о военных тренингах расскажет Лариса Зубенко. Совместные учения американских инструкторов и украинских военных специалистов организовал благотворительный фонд из США. Это второй тренинг, проведенный в Украине на пожертвования граждан Соединенных Штатов. Все прибывшие инструкторы имеют реальный боевой опыт в горячих точках мира. Информация постоянно меняется. Всегда есть что-то новое. Каждую неделю, каждый месяц. И мы можем просто встречаться с такими же специалистами, как мы, из разных структур и обмениваться знаниями. И это бесценно. Обучение длилось две недели и включало в себя методики использования дронов и робототехники для разведки заминированной территории, осмотр помещений на предмет ловушек, работу по сценариям боев в траншеях и окопах, разработку планов боев в городе и другие военные сценарии. Также впервые для участия были приглашены представители командования, объединенных сил ВСУ, инженерных войск и генерального штаба. Данный курс помог структурировать уже имеющиеся знания и пересмотреть все это, в частности, под другим углом. Тактический курс медицины был достаточно поучительным, поскольку это уже были углубленные знания. И именно внутрикосный доступ мне запомнился просто невероятно. По словам соучредителя фонда генерал-майора армии США в отставке Дэвида Грейнджа, каждый из прошедших тренинг украинских военных должен будет подготовить по 10 инструкторов в своих частях и подразделениях. В будущем мы планируем обучить еще 200 человек, как минимум в трех учебных центрах Украины. Наша основная задача – создать сотрудничество правительства США, партнеров в разных странах для того, чтобы показать, что вся поставляемая помощь не теряется, а доходит до конкретных людей, которые в ней нуждаются. И никаких ресурсов мы просто так не тратим. Мы будем делать все для поддержки Украины. Помимо проведенного тренинга, американская сторона передала на вооружение ВСУ роботов с робот ТИБИ-2, которые помогут сохранить жизнь военным на передовой. Это небольшой робот весом 1 фунт. У него могут быть уши и глаза. Он забрасывается в местность, где нужно сориентироваться и понять, что там происходит. Он работает на дистанции 47 метров во внутреннем периметре и на дистанции 150 метров за пределами определенных ограждений. Уже доставлено 12 единиц таких роботов, и мы планируем в будущем предоставить еще около тысячи, в зависимости от требуемых процедур для передачи подобного оборудования. Помимо проведения тренингов и поставок техники, американский неправительственный благотворительный фонд привозит в прифронтовые населенные пункты Украины, медицинское оборудование и все необходимые медикаменты для спасения жизни военных. Несмотря на морозную погоду, Авдеевское и Купенское направления остаются самыми горячими на Восточном фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский. О том, что сейчас происходит в зоне боевых действий, смотрите далее в нашем сюжете. Днем и ночью силы обороны Украины отражают штурмы российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области в командовании оперативно-стратегической группировки войск Таврия. Заявили, что россияне начали здесь уже третью волну наступления, но оно также остается для оккупантов безуспешным. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Потери врага в живой силе и бронетехнике растут, уничтожены 8 танков, а общие потери противника в живой силе более 700 человек. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Авдеевском направлении украинские воины за сутки отбили почти два десятка атак оккупантов, также отражены попытки российских штурмов на Марьинском, Бахмутском и Купенском. В то же время силы обороны Украины ведут свои штурмовые действия в районе Бахмута, продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и удерживают позиции на левобережье Херсонской области, нанося огневое поражение противнику. Как российские захватчики гибнут в Украине, показали украинские нацгвардейцы. Это кадры уничтожения группы оккупантов на Запорожском направлении. Россияне пытались штурмовать позиции сил обороны, но благодаря слаженной боевой работе бригады «Спартан» эта попытка стала для них последней. Тем временем все более значимую роль в войне России против Украины играют беспилотники. Воины бригады «Азов» показали кадры уничтожения четырех российских комплексов видеотепловизионного наблюдения типа «Муром» общей стоимостью более 200 тысяч долларов. Общие потери Российской Федерации в живой силе в результате полномасштабного вторжения в Украину приближаются к отметке 322 тысячи человек. Только за сутки уничтожено 20 российских танков, 36 бронемашин, 33 арт-системы и десятки единиц другой военной техники россиян. Российские войска нанесли массированный удар по Чернобаевке Херсонской области. По предварительной информации, населенный пункт обстреляли кассетными боеприпасами. Уже известно о троих погибших и пятерых раненых. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Также в Чернобаевке повреждены шесть десятков жилых домов и хозяйственных построек. Также под ударом российской армии оказался Херсон. Окупанты снова обстреляли центр города. По информации местных властей, были ранены двое детей, мальчик 15 лет и девочка 11. Также пострадали еще три человека. Кроме этого, российские оккупанты атаковали беспилотником Береслав Херсонской области и убили местного жителя. Он ехал по улице на велосипеде. Мужчина получил многочисленные ранения, несовместимые с жизнью. Снова без центрального отопления на зиму останется Волчанск. Город в Харьковской области, находящийся всего в пяти километрах от границы с Россией. Несмотря на ежедневные обстрелы, там проживают около 11 тысяч человек. Местные власти вместе с волонтерами пытаются обеспечить людей всем необходимым на время морозов. Буржуйками, обогревателями и дровами. О том, как не замерзнуть в Волчанске этой зимой, расскажем далее. Пенсионерка Татьяна Шевченко живет в Волчанске всю жизнь. В ее дом зимой прошлого года попал снаряд. Крышу частично стену разнесло ударом. Вместе с мужем позакрывали дыры, как могли, но в помещении все равно было очень холодно и приходилось спать одетыми. Прошлую зиму пережили благодаря буржуйке, выданной местной властью. Нынешние холода встречают с запасом дров и переделанным газовым котлом, который теперь топят дровами. Подтапливаем. У нас там немножечко есть дров, но может на месяц хватит, на полтора. Есть немного дров прошлогодних, что насобирали. В общем, немного подтапливаем. Вот тут газ был, сюда же подключали, а теперь повынимали. И можно туда положить дрова, и оно горит. С конца октября 2022 года Волчанская община осталась без газа. Россияне перекрыли заслонку и лишили людей топлива. Из-за непрекращающихся обстрелов проводить работы по строительству газопровода со стороны Украины в Волчанск пока нет возможности, говорят в местной администрации. Но уже второй год со своей стороны делают все возможное, чтобы обеспечить нуждающихся обогревателями, буржуйками и дровами. Мы единственная община, которая была запитана только от соседней страны. Газовая сеть так сложилась с советских времен, поэтому проблема возникла после деоккупации, когда соседи отключили нам поставки газа. Входим в эту зиму трудно, но уже подготовлены. Обеспечивается население дровами, некоторые жители сами заготавливают, те незащищенные слои населения, которые не имеют возможности, власть вместе с международными благотворительными фондами подписали меморандум о предоставлении древесины для незащищенных слоев. Из-за близости к границе даже после деоккупации Волчанск ежедневно подвергается обстрелам. Сюда достают даже из минометов, а беспилотники противника разведывают территорию и выискивают дома, где идет дым из трубы. Осуществляется обстрел преимущественно из артиллерии. Иногда прилетают ракеты, кабы. Вот, например, это админздание было разрушено прилетом каба около полутора месяцев назад. А так продолжаются обстрелы и в жилой сектор, и в частный, и многоэтажки по городу. Прилетает везде. Каждый день по несколько раз в день на территорию именно города Волчанска залетают вражеские крылья, которые осуществляют разведку и корректируют огонь. Также и по другим населенным пунктам, расположенным вдоль границы. В связи с наступлением холодов обстреливать Волчанкс стали реже, признаются местные жители. Большинство из них приспособились и не хотят выезжать, переживают за свое имущество. Благотворительные фонды, волонтеры и Харьковская областная администрация продолжают оказывать городу гуманитарную помощь. Ну а так ничего, гуманитарку дают. Ну так в целом ничего, гуманитарку дают, мы не голодные, спасибо за все. Но вот эта же погода, слава Богу, дай Бог, чтобы не было обстрелов. Печка есть. Печка есть, растапливаем, дом вроде бы небольшой, как-то проживаем. Тепло ночью в основном нужно. Днем ходишь, двигаешься, что-то делаешь. Главное, чтобы тепло на ночь было. Несмотря на суровые условия и риски для жизни зимовать, в Волчанске остаются 11 тысяч человек. В ноябре прошлого года в самом городе и его окрестностях проживало около пяти тысяч. Далее о событиях на Ближнем Востоке. Освобождение первых заложников, удерживаемых террористами Хамас в секторе Газа, начнется не раньше пятницы, заявил израильский советник по национальной безопасности Цахи Ханегби. Он не назвал причину задержки, однако уточнил, что 50 пленников должны быть обменены на 150 палестинских заключенных. Этот процесс будет сопровождаться временным прекращением огня и доставкой в газу дополнительной гуманитарной помощи. В соглашении об освобождении заложников в секторе Газа был лично вовлечен президент США Джо Байден, рассказал координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. Также он отверг недавние дипломатические усилия Китая, направленные на прекращение конфликта между Израилем и Хамас. Аналитики расценили эти попытки как стремление Пекина позиционировать себя как в качестве более авторитетного, чем США, миротворства на Ближнем Востоке. Президент Байден лично занимался продвижением этого процесса. В том числе, я думаю, вы знаете, он разговаривал с Эмиром Катара, когда мы были в Сан-Франциско, и незадолго до этого с премьер-министром Нетаньяху. Мы очень надеемся, что вся эта работа окупится, и многие семьи вскоре воссоединятся. Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США. На данный момент боевые действия в секторе Газа продолжаются. За сутки армия обороны Израиля нанесла 300 авиаударов по объектам Хамас. В ответ боевики ударили по территории еврейского государства ракетами. Военные Цахал тем временем продолжают публиковать видео, на котором видны секретные подземные туннели террористов. Сейчас мы находимся на улице, которая параллельна больнице Шифа, и система туннелей, которую мы видели под больницей, доходит до этого дома. Я хочу показать. Мы входим в комнату. Вот доска. Это как классная комната внутри дома. А здесь наши воины. Они здесь работают. И здесь можно увидеть тоннель. Он был покрыт полом. Нам пришлось убрать пол, и под ним скрывалась эта шахта туннеля. Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Израиль предложил провести международную конференцию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Санчес изложил свои доводы на совместной встрече с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и главой правительства Бельгии Александром Декроу. Нам необходимо срочно остановить гуманитарную катастрофу в секторе газа в интересах Израиля работать ради мира. Сегодня мир означает создание палестинского государства, жизнеспособного палестинского государства, которое включает Западный берег, сектор газа и Восточный Иерусалим в соответствии с резолюцией ООН. Я рад сообщить, что число жертв среди гражданского населения снижается, и это наша цель. Наша задача состоит в том, чтобы их не было, и в первую очередь это связано с наземными действиями. Предупреждения, которые мы даем, адресованы гражданскому населению, которое перемещается на юг. Когда они отправляются туда, мы оказываем им гуманитарную поддержку. Сейчас прибывает около 150 грузовиков. Возможно, их число будет более 200. Это продукты, вода, лекарства. И к другим актуальным событиям дня. Норвегия готова остановить работу единственного пункта пропуска на границе с Россией. Об этом заявил премьер-министр королевства Йонас Горстёре. Он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Эстонии и Финляндии. Напомню, последняя ранее приняла решение закрыть 7 из 8 приграничных с РФ КПП. Хельсинки обвинили Москву в намеренной отправке в страну нелегальных мигрантов. По этой же причине полное закрытие границ с Россией допустили и в Эстонии. Также сегодня стало известно, что Европейское агентство пограничной и береговой охраны планирует отправить 50 своих сотрудников, а также технику для усиления пограничного контроля Финляндии. В Минске завершился саммит ОДКБ, то есть Организации Договора о коллективной безопасности. Во встрече приняли участие лидеры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Представителей шестой страны, участницы Армении, на встрече не было. Ереван мероприятия проигнорировал. Как заявили ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григориан, у страны возникли многочисленные вопросы к ОДКБ, на которые до сих пор нет ответов. Россия и Беларусь наложили вето на утверждение Эстонии в качестве следующего представителя ОБСЕ. Балтийская страна была общим кандидатом от Евросоюза. Если главу не изберут, работа организации может оказаться под угрозой. Несмотря на это в МИД Эстонии заявляют, что не намерены отказываться от своей кандидатуры и поддаваться давлению Москвы. Больше об этом в материале моих коллег. По правилам ОБСЕ страна-председатель меняется каждый год и должна быть одобрена всеми пятью-десяти семью государствами-членами. Москва заявила, что считает Эстонию враждебным государством, которое не будет учитывать интересы России. Таким образом, Россия пытается расколоть западные страны, считают в Эстонском Министерстве иностранных дел. Своими действиями Россия блокирует работу всей организации, ведь в течение нескольких лет Москва не позволяет утверждать бюджет организации, организовывать официальное мероприятие ОБСЕ, а также положила конец всем полевым миссиям ОБСЕ в Украине, которая стала жертвой российской агрессии. Маргус Цакна, министр иностранных дел Эстонии. После полномасштабного вторжения в Украину Россия заблокировала ряд решений ОБСЕ. После недопуска российской делегации на сессии Великобритании и Польше, Москва отказалась платить членские взносы. Глава Медфинляндии ПКХ Ави сто весной заявил, если председатель на 2024 год не будет избран, организация может распасться. Финляндия была избрана председателем на 2025 год. В то же время глава эстонской дипломатии Маргус Цахна отметил, что Эстония не намерена отказываться от своей кандидатуры и поддаваться давлению России. Эстония по-прежнему придерживается мнения, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и уступки агрессору должны быть исключены. Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии. Попытки Кремля разбить единство цивилизованного мира и помешать поддержке и помощи Украины тщетны, считают эксперты. ЕС готовит план предоставления Украины долгосрочных обязательств по безопасности, сообщает Блумберг. Он включает механизм долгосрочной военной помощи, обучения военных ВСУ и поддержку развития оборонной промышленности государства. Я думаю, запуск предприятий, запуск военно-промышленного комплекса не только в Украине, в Соединенных Штатах, но и наших союзников в Европе это самый главный вопрос, который сейчас решается и нами, и нашим союзникам. Усиление систем противовоздушной защиты для Украины сегодня один из самых важных оборонных вопросов. Во время 17-го заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн, министр обороны США Ллойд Остин объявил о создании коалиции по развитию украинской системы противовоздушной обороны наземного базирования. Борьба Украины за свободу имеет значение для всех нас. Как сказал президент Байден, когда тираны не платят за свою агрессию, они продолжают угрожать миру. Никто из нас не хочет жить в мире, где такие, как Путин, могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям. И мы отказываемся от того, чтобы форму глобальной безопасности диктовали автократы, которые полагаются на репрессии посредством силы и принуждения как у себя дома, так и за рубежом. С апреля прошлого года страны-участницы контактной группы по обороне Украины выделили на нужды ВСУ более 80 миллиардов долларов. Ллойд Остин отметил, единство западных союзников Украины посылает Владимиру Путину четкий сигнал о том, что демократия будет противостоять агрессии Кремля. Украина дополнительно ввела два пакета санкций в отношении группы граждан России и других государств, связанных со страной-агрессором. Эти ограничительные меры синхронизированы с партнерами, сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Каждое призвище Каждая фамилия, каждое название компании это конкретная вина в том, что российский террор продолжается. Украина дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы и мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины. Сегодня я подписал указы о более 300 юридических и почти 150 физических лицах государства-террориста и наши специальные службы, прежде всего служба безопасности Украины, а также кабинет министров и СНБО продолжат соответствующую работу. Будут и другие санкционные решения. Три крупные греческие сухосудоходные компании прекратили транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США. Агентство Reuters назвало это самым большим ударом по экономике России, поскольку таким образом снижается число судоходных компаний, готовых транспортировать российскую нефть в Азию, Турцию, на Ближний Восток, а также в Африку и Южную Америку. Отказ греческих грузоотправителей сотрудничать с Москвой спровоцировало ужесточение санкций США, введенных в отношении поставок российской нефти. Сейм Латвии единогласно принял решение о поддержке начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Как отметили в парламенте, Рига несет особую ответственность за то, чтобы напомнить партнерам о важности усиления поддержки тех, кто отстаивает свободу, демократию, верховенство закона и права человека. В заявлении депутаты Сейма призывают другие страны-члены Евросоюза поддержать рекомендации Еврокомиссии и одобрить начало переговоров о присоединении Украины и Молдовы к ЕС до конца этого года. Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и продолжающуюся гибридную войну в Молдове, эти страны приложили огромное усилие, чтобы еще больше приблизиться к Европейскому Союзу как с точки зрения ценностей, так и с точки зрения управления. Заявление Сейма значительно усилит этот сигнал для других государств-членов. Эдмундс Чепуритис, глава комитета по европейским делам Сейма Латвии. Украину от российских оккупантов защищают не только украинцы. Вместе с ними бок о бок захватчикам противостоят также иностранные добровольцы. Среди них латвиец Алвис Лукша, который в совершенстве выучил украинский язык и еще в прошлом году вступил в ряды ВСУ. О том, что мотивировало легенера пойти на войну, развязанную Путиным, в материале наших коллег. Законно его. Выполняем движения, напоминающие бокс. Усик, жди меня. Алвис в Ивано-Франковской больнице уже несколько недель попал сюда из военного госпиталя, где почти полгода лечился после тяжелого ранения. Медики говорят, что воин-иностранец поняли не сразу, ведь говорит по-украински боец свободно и без акцента. Я украинский язык никогда не учил ни в школе, нигде. Мой плюс, что я учился в польской школе, я знаю много языков, и я очень быстро учусь на слух. Поэтому, общаясь с людьми на фронте, я очень быстро всему учусь. Плюс я в закарпатской бригаде 101-й, и там вообще закарпатский язык. Алвису 30, он латвиец, еще в 18 уехал из Латвии, немного жил в Ирландии, затем в Канаде, оттуда снова вернулся в Европу, в Нидерланды. В Украину Алвиса привела любовь. Было это еще за два года до полномасштабного вторжения России в Украину. Боец вспоминает, еще задолго до 24 февраля ему звонили по телефону родные и сотрудники посольства из Латвии и просили немедленно покинуть страну. Но он отказался. Большая война застала мужчину в Киеве. Это мой второй дом. Почему я должен покидать место, где я живу, своих друзей, потому что где-то там какой-то сумасшедший направил сюда войско. Нет, я дам ему отпор. Алвис не просто остался, а встал на защиту Украины. Сначала помогал украинским друзьям военным, а позже и сам вступил в ряды вооруженных сил Украины в 101-ю отдельную бригаду территориальной обороны Закарпатия. Это была Сумская область. Уже началась служба прямо на границе. Шокировала агрессия со стороны противника и то, что они делали и даже больше с гражданским населением, чем с военными. Есть такой термин, как абсолютное зло. В пехоте Алвис прослужил почти год. Весной его батальон держал позицию на Купинском направлении. Там латвеец и получил тяжелое ранение. Помнит, в тот день с побратимами шли на позицию, чтобы заменить других бойцов. По дороге попали под обстрел российского снайпера. Один из его близких друзей погиб. Остальные приняли бой. Утром до обеда мы вступили в бой. Оборонялись. Противник не мог нас выбить, поэтому уже применили дроны, артиллерию и минометы. И в конце уже дрон скинул снаряд на меня. Раненого Алвиса побратимы донесли до блиндажа соседнего батальона. Там ему оказали первую медицинскую помощь и вызвали эвакуацию. Я уже еду. Я уже еду. Исключительно на характере вытащил. Это мои побратимы. Все будет Украина. Все будет Украина. Мы своих не бросаем. Вся правая сторона. Вся правая сторона. У меня осколки вошли в плечо, в спину, голень, сверху и снизу. Мне очень повезло, потому что если бы на час-полтора позже, то мне бы отрезали ногу. Осколками повредила малоберцовый нерв, говорят реабилитологи. Когда Алвес попал к ним, передвигался на костылях. Три недели ежедневных занятий и уже бегает. Одна половина хочет вернуться на фронт. Там мои друзья, мои побратимы. Другая еще думает, возвращаться или нет, потому что второго такого шанса может и не быть. Я понимаю это. А вот покидать Украину Алвес не планирует. Хочет и дальше здесь жить. В победе украинцев над оккупантами не сомневается. Призываю все страны, которые помогают и хочу, чтобы они еще больше помогали, потому что это не только ваша война, но и наша война. И Латвия очень хорошо помнит, как это, когда твоя страна оккупирована и когда твой народ вывозят в Сибирь, а вместо завозят русских. Из Киева в Харьковскую область отправился уникальный поезд «Фудтрейн», который способен производить до 10 тысяч порций еды в сутки. Символический рейс приурочили ко Дню Благодарения. Кухня традиционная для американского праздника, индейка, картофель и пироги. Как сообщила Укрзалезница, блюда передадут спасателям, полицейским, медикам, железнодорожникам и волонтерам в прифронтовых регионах. Спецрейс поезд отправила посол США в Украине Бриджит Бринг. Итак, мне не терпится увидеть этот продуктовый поезд и попробовать чудесный ужин на День Благодарения. Нет другого места, где я бы хотела отпраздновать этот особенный для американцев праздник, когда мы все выражаем друг другу благодарность. Напомню, что выпуски проекта «Наше время» доступны для просмотра в Ютубе. Переходите на канал Freedom по ссылке на ваших экранах и смотрите нас в любое удобное время. Также найдете на странице и другой интересный видеоконтент. Актуальные интервью, авторские программы и аналитические сюжеты. Подписывайтесь. О других важных событиях продолжат говорить в информационном марафоне на телеканале Freedom. А наше время уже закончилось. Я прощаюсь с вами до завтра. Увидимся в 21.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова